Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречные в студии Анны Литвинова и вот о чём вы узнаете из этого выпуска. В Пензе продолжают устранять последствия аварии на ТЭЦ-1. Система теплоснабжения Заречного работает в штатном режиме. Перебоев на источнике теплоснабжения у нас, конечно же, не было. То есть этого мы не допускаем. Первый раз в первый класс. В Заречном начался приём документов от родителей будущих школьников. Родитель при подаче заявления, это обязательно должен быть законный представитель, предоставляет паспорт для поступления, для написания заявления, пишет у нас заявление, предоставляется свидетельство о рождении, из которого снимается копия и предоставляет справку о регистрации на закреплённой территории. Маленькие зареченцы, нуждающиеся в лечении, ждут помощи. Собрать средства помогут участники благотворительного спектакля. Благая идея, помощь детям. Хочется всегда помочь. Если такой проект, тем более делают, я с удовольствием согласилась с ним поучаствовать. Подробнее об этих и других событиях. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провёл селекторное совещание после произошедшего накануне ЧП на теплоэлектроцентрале ТЭЦ-1. В настоящее время работа аварийных бригад и спасателей продолжается. Система теплоснабжения Заречного работает в штатном режиме. Проблем с теплом в нашем городе нет. Подробности у Станислава Корякина. 27 января губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области. Это решение губернатор принял в связи с отключением теплоснабжения в ряде районов Пензы, ставшего следствием ЧП на ТЭЦ-1. Ранее Иван Белозерцев на селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова доложил о ходе ликвидации последствий аварии и аварийно-восстановительных работ по подаче тепла в дома. В зоне ограничения подачи тепла оказались 471 дом, разные этажности, 12 школ, 12 детских садов, 5 лечебных учреждений. Произошел порыв на четырех теплотрассах. Аварийные бригады созданы. В настоящее время работа аварийных бригад и спортсателей продолжается. Для ликвидации последствий аварии на теплосетях Пензы было задействовано 485 человек, 23 единицы техники. Глава МЧС России указал на необходимость скорейшего завершения ликвидации последствий ЧП. Я обращаю ваше внимание на энергичные аварийно-восстановительные работы, особенно жилье, детские сады и школы. Это первое. Второе. Население должно знать четкий план график подключения всех объектов теплоснабжения. Владимир Пучков также рекомендовал предоставить освобождение от работы родителям малолетних детей, проживающих в домах, попавших в зону ограничения подачи тепла. Вы принимаете решение, где детские сады, которые у нас не функционируют, или детишек переспределяете по возможности, или обращайтесь к работодателям, чтобы пап и мам на этот период освободились в сохранении средней зарплаты. Это исполняет свои служебные профессиональные обязанности. То же самое касается школы. Аварии на Пензенской ТЭЦ-1 и последовавшие за ней порывы теплосетей не затронули систему теплоснабжения Заречного. Город имеет собственную, независимую генерацию тепла. 20-ти градусные морозы и ЧП в областном центре не повлияли на штатную работу ресурсоснабжающей организации. Перебоев на источнике теплоснабжения у нас, конечно же, не было. То есть этого мы не допускаем. При наступлении вот таких температур мы усилили работу на сетях непосредственно, то есть в городе, усилили количество людей, которые занимаются у нас обходами. То есть обходы проводим в большем объеме ежедневно, что позволяет нам оперативно реагировать на любые изменения в состоянии теплосети и не допускать аварийных ситуаций. Как таковых внеплановых проверок мы на данный момент не проводим, потому что в отопительный период мы и так усиляем все дежурные смены. То есть у нас дополнительно дежурят сварщики, дополнительный персонал, которые способны оперативно устранять любые аварии днем, ночью, когда угодно. Сейчас для подачи тепла в жилые дома, предприятия, учреждения задействованы три котла. В резерве еще четыре. На случай перебоев с газоснабжением в котельном цехе имеются резервуары с мазутом. Это резервное топливо постоянно подогревается, и в любой момент сотрудники цеха готовы перейти на использование альтернативы газу. Тренировки по переключению на топку мазутом – одно из стандартных мероприятий в теплоснабжающей организации. С начала дописанного сезона в Заречном не произошло ни одной серьезной нештатной ситуации. Отключения тепла в городе не было. Это стало результатом планомерной подготовки к зиме. За летний период мы проводим и гидроиспытания, и испытания оборудования, которые позволяют нам должным образом подготовить наше оборудование к отопительному сезону, наши сети к отопительному сезону, что позволяет не допускать аварийных ситуаций во время отопительного сезона. По прогнозам синоптиков, 20-ти градусные морозы продержатся в Пензенской области до 2 февраля. Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские школы начали принимать документы о зачислении детей в первые классы. В первую очередь списки будущих учеников включают тех, кто проживает на территории, закрепленной за образовательным учреждением, рассказывает Ксения Тризна. Принимать заявление на зачисление детей в первые классы в зареченских школах начали в 9 часов утра. Законные представители будущих учеников пришли в образовательные учреждения заранее. Например, некоторые родители, желающие отдать ребенка в 225-ю школу, были на месте уже в 5 часов утра. Муж приехал, записал. Дальше уже я пришла. Я пришла попозже. С утра. С утра это со скольки часов? С семи. Вживую очередь 27-е. По электронной даже не знаю, не называли еще. Вот уже несколько лет прием первоклассников в школы Заречного организован по территориальному принципу. За каждым образовательным учреждением закреплен свой участок. Справка о регистрации ребенка – один из обязательных документов, которые требуются для зачисления в первый класс. Родитель при подаче заявления, это обязательно должен быть законный представитель, предоставляет паспорт для поступления, для написания заявления, пишет у нас заявление, предоставляется свидетельство о рождении, из которого снимается копия, и предоставляет справку о регистрации на закрепленной территории. В следующем учебном году в 225-й школе планируют открыть три первых класса. Это 75 ученических мест. Подать заявление на зачисление ребенка в образовательное учреждение можно было двумя способами – принести пакет документов в школу или отправить по электронной почте. В этом году особенно много тех, кто решил передать заявление с помощью интернета. Ночью в 00.00 отправляли по электронке. Сейчас вот нам дают такие списки. Но вот все равно волнуемся, потому что в первых списках нет, хотя отправили в 00.00. Родителям, которые отправили заявление на зачисление ребенка в первый класс по электронной почте, явиться в школу все-таки придется. В течение трех дней им необходимо предоставить в образовательные учреждения все необходимые документы. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Подробнее об организации приема будущих первоклассников школы города нам расскажет советник отдела Департамента образования Ирина Кулемина. Встреча с гостем после рекламы. А сейчас перейдем к другим темам выпуска. На первой в 2017 году сессии собрания представителей Заречного депутаты рассмотрели семь вопросов. Народные избранники заслушали отчет о работе межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречный за 2016 год. И внесли поправки в положение о помощниках депутатов собрания представителей, о почетном гражданине и контрольно-счетной комиссии города. Депутаты утвердили и ряд изменений в структуре городской администрации. Из структуры администрации предлагается исключить отдел социальной политики и предлагается ввести в структуру структурные подразделения специалисты, в которые будут входить три специалиста. Специалист по вопросам профилактики коррупции и правонарушений и два специалиста, которые будут обеспечивать практическую деятельность заместителя главы администрации по вопросам образования, здравоохранения, социального развития и культуры. физической культуры, спорта и молодежи. На первой в этом году сессии собрания представителей было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Мельникова в связи с его переходом на муниципальную службу. Сейчас он занимает пост начальника Департамента социального развития города Заречного. С января 2017 года пенсионные и медицинские взносы, а также взносы по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будет администрировать Федеральная налоговая служба. Кроме того, с этого года специалисты налоговой службы будут принимать и отчетные документы по страховым взносам. Теперь все платежи, независимо от того, за какой период уплачиваются страховые взносы, за период 2015-2016 год или за 2017 год, обязательно перечисляются на реквизиты налоговой инспекции. И изменения в КБК связаны с администратором платежей. То есть первые три цифры сейчас указываются в КБК. Что касается представления отчетности. Отчетность по страховым взносам за предыдущие периоды, в отличие от платежей, представляется пока в фонды. То есть есть ли отчетность в пенсионный фонд или в медицинское страхование, в социальное страхование за 2015-2016 год, за какие-то периоды, либо уточненные, либо первичные, они предоставляются по-старому. А вот за отчетные периоды 2017 года уже будет новая отчетность, новая форма расчета по страховым взносам, и она будет представляться в налоговую службу. Однако страхователи не перестанут взаимодействовать с фондами. Пенсионный фонд России, как и раньше, будет принимать персонифицированную отчетность, а фонд социального страхования будет администрировать взносы на травматизм и несчастные случаи. Первый отчет по страховым взносам плательщикам предстоит сдать специалистам налоговой инспекции по итогам первого квартала. Определен победитель конкурса на лучший результат по выполнению мероприятий дорожной карты популяризации стратегии социально-экономического развития Заречного. Итоги подвели на заседание оценочной комиссии в городской администрации. Участники комиссии предварительно изучили и проанализировали отчеты по проведению мероприятий, предоставленные конкурсантами, департаментом образования, комитетом по физкультуре и спорту и департаментом культуры и молодежной политики. Победитель был выбран единогласно. У нас победителем здесь выявляется департамент образования сегодня. Ну, другого варианта нет, потому что по всем даже показателям, которые были сегодня заложены в критерии оценки, он является лидером. По условиям конкурса победителю достанется денежный приз в размере 1 миллиона рублей. Деньги можно будет потратить на развитие любых подведомственных учреждений. Более 1 миллиона рублей необходимо на лечение и реабилитацию шести детей, подавших заявление в Фонд поддержки городских инициатив. Собрать нужную сумму рассчитывают участники благотворительного спектакля «О Мама Мия». Своим творчеством горожане помогают нуждающимся в лечении маленьким зареченцам не первый год. На средства, пожертвованные зрителями за три предыдущих благотворительных проекта, оказана помощь восьми детям. На собранные деньги приобретен еще один нейроортопедический пневмокостюм «Атлант» для реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Возможно, благодаря новой постановке у больных ребятишек появится еще один костюм-помощник. Актеры спектакля «О Мама Мия» сделают для этого все возможное. С очередной репетицией сюжет Станислава Корякина. Супер-труба сверхглаза мне режет, и сомненья нет. Спасибо, и сомнений нет, не было третьего голоса. Участники благотворительного спектакля «О Мама Мия» отрабатывают вокальные партии. Тонкости певческого мастерства непрофессиональным актерам преподает руководитель вокальной эстрадной студии «Десерт» Анна Булик. Большинству солистов музыкальные партии, разложенные на несколько голосов, приходится исполнять впервые. Но есть среди них и те, кому вокал дается без труда. В силу профессиональной подготовки трудности возникают в другом. Сложно перестроиться на другую роль, потому что Софи, она очень бойкая, принципиальная девчонка, очень резвая. Настолько эмоционально яркая, а у меня вот более спокойные такие эмоции. Очень тяжело вот сразу приходить на репетицию, сначала начинаю закрываясь, но потом, Лиза, давай, это не ты, это Софи, тебе надо как-то показать ее. Ну все, и начинаешь так, все, выключаясь, это не я, я начинаю другую роль. Это сложно, но это так интересно. Елизавета Лисина – студентка третьего курса вокального отделения Пензенского колледжа искусств. В благотворительном мюзикле «О Мама Мия» она исполняет одну из главных ролей. Как и всех остальных участников спектакля, Елизавету привело на сцену желание внести свой личный вклад в благотворительный проект. Благая идея, помощь детям, хочется всегда помочь. Если такой проект, тем более делают, я с удовольствием согласилась с ним поучаствовать. Всегда сидит мысль, что не просто так ты сюда приходишь. И из-за этого как-то ты хочешь лучше всегда делать, ты мыслишь больше, думаешь, как бы сыграть получше эту роль, как бы показать, ну больше доброго, чтобы люди тоже проникнулись в истории. Их 45. 45 рабочих, чиновников, студентов, служащих, отдающих свои вечера и выходные для репетиций. Их всех объединяет общая цель – бескорыстная помощь маленьким зареченцам, страдающим тяжелыми недугами. Ну конечно, это в первую очередь для меня идет. То есть помочь кому-то. Я раньше не принимал участия в таких мероприятиях, то есть у меня нет театрального образования, я не играл ни в каких спектаклях. Вот интересно просто для меня взять это, что-то новое. Их всего 45, а вместе с нами 65 тысяч. И все вместе мы сможем вновь сделать чудо – подарить надежду на выздоровление тяжелобольным детям, принести искорку душевной теплоты семьям, в которые пришла беда. И это по силам каждому – сделать благотворительные взносы 26 февраля, придя во Дворец культуры «Современник», всем вместе спеть. О-о-о, мамма-ми-я, снова полонзал, о-о-о, зритель слева-в справа. Мамма-ми-я, и глаза блестят, все ими нам вернулось слава. Все у нас получилось, шоу опять случилось, ведь мы… Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». 25 января во всех российских вузах, техникумах и колледжах отметили День студента. Учащиеся Зареченского технологического института по сложившейся традиции этот праздник отмечают вместе – весело и задорно. На спортивном празднике побывала и наша съемочная группа. Вместо лекций и семинаров – коньки, бильярд и боулинг. По сложившейся традиции Татьянин день студенты и преподаватели Зареченского технологического института отпраздновали в спортивно-культурном комплексе «Союз». Они же такие дерзкие, замечательные, спортивные, креативные. Хочется им в этот день устроить праздник, чтобы они получили позитив. Поэтому сегодня традиционно мы на льду – боулинг, теннис, настольный хоккей. И они все пройдут эти площадки. Общий праздник стал еще одним ярким событием в насыщенной жизни учащихся Зареченского технологического института. Как и полагается, в празднике студенты веселились от души, поздравляли друг друга и желали всего самого наилучшего. Нам все очень нравится. Мы хотим сказать спасибо нашему институту и заводу, что устраивают нам такие мероприятия. Нам все очень нравится. Пожелать можно многое, но я, наверное, пожелаю не бояться перемен жизни. Сдать хорошо сессию. Да, это самое главное для нас. Ну и оценки, чтобы были все хорошие. С зимней сессией студенты ЗТИ уже справились. Теперь им предстоит много работать во втором семестре. Впереди небольшой рекламный блок, после которого мы встретимся с гостем в студии. Сегодня им станет советник отдела Департамента образования города Заречного Ирина Кулемина. Не переключайтесь. Артроз. Остеохондроз. Гипертония. Варикоз. Болезней много. Аппарат 1. Алмак 01. Только в январе. Успейте купить Алмак 01 по цене прошлого года в аптеках Фармтрейд, Вита и Центральная аптека. Медовая феерия. С 25 по 29 января в ДК «Современник». Элитный мед с лучших пасек Алтая и Башкирии. Большой ассортимент меда и ароматного масла. Медовая феерия. Проверенный мед от проверенных пчеловодов. Первый в мире реактор ВВР-440 завершил трудовую деятельность. Инженеры Атамаша стали ближе к производству. Сотрудники ПСЗ проявили полет фантазии. Смотрите в среду в 20.00. Сверху! Равнение на небо! Его превосходительство показались над серыми горами! Мои люди очень страшные. Моя работа. Я их королю. Страх приживается только у взрослых. Покойник! Последал их так, что они повезут любого, кто возьмет мощь! Вы действительно будете драться? Вы не можете нас устроить на крышу радости. Нам так хочется уедеть в бой получше. Господин Дракон не убивает рыцаря, только из любви к войне. И все будут рады нам. Потому что настоящие влюбленные приносят счастье. Долой дракона? Субтитры создавал DimaTorzok Роскомнадзор предупреждает Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность Мы возвращаемся к выпуску новостей И у нас в гостях советник отдела департамента образования города Заречного Ирина Кулемина Здравствуйте, Ирина Евгеньевна Добрый вечер Стартовал прием документов первой классы школ города Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то сроки, с какого времени он начался И есть ли ограничения, когда можно подать последнее заявление Начнем с того, что порядок приема граждан в первой классе общеобразовательной организации Не меняется уже с 2014 года Этот документ размещен у нас на сайте департамента образования В разделе «Прием в школы» и на сайтах наших учреждений Согласно этому порядку прием документов начинается не позднее 1 февраля Но традиционно для того, чтобы сделать сроки подачи единообразными Мы с руководителем принимаем решение о начале приема в один день, в один час В этом году такой день был выбран в пятницу, 27 число С тем расчетом, что родителям проще отпроситься и все-таки конец недели А прием документов – это дело такое очень сложное и требующее больших усилий Поэтому в этом году это 27 число И прием документов ведется до того момента, когда большая часть детей Ну, можно сказать, 99% определяются родители и подадут документы в какое-либо наше учреждение После этого каждая школа проводит мониторинг по той базе данных, которые у них есть И определяется, если больше желающих в школу нет, то тогда школа начинает прием на свободные места По прошлым годам у нас это было где-то апрель месяц Строки могут сдвигаться чуть раньше и чуть позже Ирина Евгеньевна, а есть ли разница, раньше ты подал заявление или позже, или они все рассматриваются единовременно? Ну, документы все рассматриваются в порядке очередности Но имеет по законодательству право быть и электронный документооборот Поэтому документы рассматриваются и в электронном виде в том числе Но родители должны представить пакет документов, подтверждающих то, что они представили в электронном виде Поэтому заявление в электронке, оно по сути присваивает очередный номер А вот сами документы уже, если бывают какие-то нюансы, что либо не могут родители подтвердить ту информацию, что в заявлении предоставили Поэтому, когда регистрируются документы в школе, то рассматривается весь пакет документов То есть прийти в школу все-таки придется? Нужно принести документы? Конечно! И по порядку приема, который установлен в наших школах, подтвердить такие заявления нужно в течение трех рабочих дней А вот в электронном виде или самим нужно прийти в школу, это значения не имеет никакого? Просто это как бы дает порядка? Значения не имеет в том случае, если достаточно спокойно проходит прием в учреждении Конечно, если желающих много, а поток желающих ограничивается количеством классов, количеством помещений То есть теми условиями, которые по СанПину школа должна обеспечить первоклассникам Поэтому, к большому сожалению, в некоторых учреждениях всех желающих вместить невозможно На этот счет в порядке приема предусмотрена соответствующая позиция Что если приеме можно отказать, может школа отказать, если нет уже ни условий, ни соответствующих мест Ну а как же тогда прописка? Если все дети, которые приняты, проходят по прописке в данную школу А потом ребенок, получается так, что он тоже по прописке подходит, а мест нет Как ему быть тогда? В других школах он тоже будет на последнем месте? Наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями Еще раз повторюсь, что условия школы не всегда могут принять всех желающих Поэтому, если такая ситуация возникает, то родители отбращаются в департамент образования Где мы должны сообщить им, в каких школах имеются свободные места Но сейчас пока о свободных местах говорить рано Где-то до конца марта будет еще идти прием документов по территории Потом немножечко ситуация войдет в стабильное такое русло Уже будет понятно действительно, сколько все-таки родителей будущих первоклассников Определились с тем, что они в этом году идут в школу И тогда уже будем смотреть, где больше всего свободных мест Так будем родителям предлагать, выбирать А на данный момент сколько уже заявлений подано? На 2 часа мы собирали мониторинг В 2 часа у нас было 400 документов уже представленных школ Плановая пока цифра 595 Из них 525 детей в классы общеобразовательной И 65 в классы для детей с ограниченными возможностями здоровья А в классы для детей с ограниченными возможностями здоровья Это в школах 218, 221, 225 и 226 Дети попадают, имея на руках заключение психолого-медико-педагогической комиссии Комиссия будет работать планово в детских садах в течение февраля месяца По графику Я думаю, что в каждом дошкольном учреждении Эта информация будет доступна, размещена и доведена до всех родителей И потом уже комиссия представляет списки детей в школу Сообщает родителям И они подают вот этот документ То есть это независимо от очередности, от места проживания Здесь уже основной документ Это заключение медицинское А в какой школе сейчас больше всего желающих? Наибольшее количество желающих у нас в 225 школе Но на большую территорию Территория, в общем-то, поделена у всех пропорционально Но, опять же, желающих принять условия школ не позволяет Потому что СЭС очень строго следит за соблюдением всех нормативов И, если что, сразу выписывает соответствующие предписания Скажите, а вот с первыми классами определились мы, допустим Что вот столько-то человек идут в первый класс А как уже потом внутри, вот там, буквы А, В, В, вот эти вот Как это распределяется? Родители выбирают только школу по законодательству Вот в законе прописано, что может выбрать родитель форму Или учреждение, в котором будет обучаться ребенок Ну, а дальше уже стараемся учитывать предпочтения Все-таки и опрашивают родители школы при приеме документов Эту информацию, в общем, для себя такой неустановленной формы фиксируют Ну, а дальше уже с учетом предпочтений Настолько, насколько это возможно Ну да, стараются идти навстречу, а там уже по возможности Конечно, да, по возможности Еще, пожалуйста, Ирина Евгеньевна, ответьте Вот при приеме в школу заявлений, документов Существуют ли какие-то льготные категории граждан? К льготным категориям граждан Граждан относятся только те, для которых созданы федеральные документы, региональные Причем в правилах приема, которые на федеральном уровне утверждены Сразу оговаривается, что при приеме на свободные места Льготными правами обладают такие-то граждане То есть все это касается приема на свободные места Как правило, это дети военнослужащих, служащих полиции и так далее У нас в реестре зачисления учреждений, также на сайте департамента образования Правда, немножко в других разделах Можно ознакомиться со всеми этими льготными категориями Или обратиться к нам по телефону Мы также эту информацию предоставим Категория льготников небольшая Причем родители иногда думают, что категории льготные такие же, как и в дошкольных учреждениях Совершенно нет Категории для дошкольных учреждений гораздо шире А вот для школ это дети военнослужащих, полиции Прям очень-очень ограниченное количество граждан Ну да, если просто для любых детей-то не остается мест свободных А речь идет о свободных местах Да, к большому сожалению, ни инвалиды, ни многодетные семьи в эти категории, к сожалению, не попадают О приеме понятно, о порядке, это все ясно Я думаю, мы подробно об этом поговорили Расскажите, пожалуйста, в двух словах о программе первоклассников Она сейчас насыщена Чем насыщены? Появляются ли какие-то новые дисциплины? Как это может разнообразие вносится какое-то с годами? Ну, у нас стандарт делит все предметы на обязательные предметы И предметы, которые добавляются участниками образовательных отношений А участниками образовательных отношений является школа, родители Поэтому вот обязательные предметы, они все едины Стандартные Все стандартные Программы все стандартные Все программы обеспечивают очень хороший уровень освоения программ Чтобы в пятом классе дети чувствовали себя комфортно Останутся ли они в этой школе, или перейдут в другой Или вообще уедут из города И в любой точке Российской Федерации смогли, чтобы комфортно учиться Потому что к концу начальной школы все дети выравниваются Отличие заключается в комплектах, то есть в учебниках В одних учебниках какая-то тема может изучаться чуть раньше В других чуть позже Но опять же к четвертому классу все абсолютно выравниваются Потому что стандарты обязывают дать определенный набор, определенную систему знаний Спасибо большое за такую подробную беседу Надеюсь, что для всех первоклассников найдутся места именно там, где они этого хотят Обеспечим всех детей Спасибо У меня на этом все Хороших вам новостей И до встречи на канале Заречный Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон